МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте. В студии Алина Волчейская. И вот о чём мы расскажем сегодня. Банты и букеты, первые звонки и новые знакомства. По всей России сегодня отметили День знаний, как прошли торжественные линейки в окружной столице. Заправился «Получи подарок». В Нарьинмаре в День работников нефтяной и газовой промышленности ННК провели акцию для водителей, а также взяли пробы для оценки качества топлива. И в Нарьинмаре набирает популярность воркаут. Чем хорош этот вид уличной гимнастики, об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Сегодня особенный день для школьников и студентов. 2 сентября для них стартовал новый учебный год. Во всех школах и средних профессиональных учреждениях образования Ненецкого округа для учащихся и студентов прозвенел первый звонок только за школьные парты. Сегодня в округе сели 6,5 тысяч учеников. Из них 750 первоклассников. До начала торжественной линейки считанные минуты. Больше всех, конечно, волнуются первоклассники. Хоть и успели уже немного оглядеться, но еще робеют. В первом классе разнинка понравилась. А школа сама тебе понравилась? Да. А что особенно в школе нравится? Ну, физкультура в школе всегда. А саму школу ты посмотрел? А в школе что понравилось? Спорт-зал. А чем он тебе понравился? Здесь прикольно. Мне понравился класс. А что в классе понравилось? Шарики красивые висят. Не меньше первоклассник волнуются родители. На ближайшие 11 лет эта школа станет для их детей практически вторым домом. Важно, чтобы ребенку было комфортно и уютно в этих стенах. Я еще особо не пригляделась к школе. Но я смотрю, вот стены поменяли цвет. Обновление все равно произошло какое-то. А так пока еще не успели оглядеться. Действительно, в этом учебном году школа встречает своих учеников обновленные. За лето здесь провели капитальный ремонт. В здании 2000 года постройки обновили все помещения, заменили двери, покрасили необычные стены. Все эти преобразования не укрылись от глаз старшеклассников. Круто покрасили стены. И освещение новое поставили. Ну и все. Ну, двери еще хорошие. А какие у тебя нравятся? Какие предметы? Мне нравятся математика, физика. Такие точные науки. Наша школа переобразилась и очень стала красивой, яркой. И такие цвета подобраны, что ты заходишь в школу с улыбкой. Она не такая, не серая. Капитальный ремонт школы – событие для руководителя, хоть и хлопотное, но приятное. Подрядчик не подвел. Все ремонтные работы завершились в срок. Результаты радуют. Здесь для вас проведена огромная работа. Огромная работа. Мы демонтировали школу старшеклассники и тазовители. Везде сделали косметический ремонт. Заменили литрных работ, светильники, заменили систему начальной сигнализации. Все, что не работало, все демонстировали. Как отметил в своем приветственном слове глава региона, работу по благоустройству школы планируется продолжить. Например, обустроить двор, облагородить площадки. Традиционно первый школьный звонок подают первоклассник и будущий выпускник. Звонок заливистый, значит учебный год будет удачным. Добавлю, все школы региона полностью готовы к началу учебного года. Ученики обеспечены учебными пособиями на 100%. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Ну а во второй городской школе торжественная линейка была наполнена особенными эмоциями. Сюда первый раз в первый класс пришла Зоя Поликарпова. Девочка из нашего города, за которую мы все так переживали, сегодня на праздничной линейке подавала первый школьный звонок. Казалось бы, это невозможно за столь короткий срок после сложнейших операций восстановиться и вместе со своими друзьями-сверстниками в самый главный для первоклассники день переступить порог школы. Подробности у моей коллеги Екатерины Дементьевой. Дорогие ребята, дерзайте, смело идите вперед, получайте новые знания, побеждайте в олимпиадах, конкурсах, дружите. Белые банты, букеты цветов, из-за которых и не сразу разглядишь растерянные лица первоклашек. Каждый из них начинает свой путь во взрослую жизнь. Впрочем, многие переступили порог школы смело. Ну, я не волновалась, чувствовала себя как первой клаской. И страшных эмоций не было. Как ты планируешь учиться? На пятерки, четверки. Больше волновались в этот день, пожалуй, выпускники, которым предстоит сложный год перед итоговыми экзаменами. У выпускницы единственного в школе 11 класса Натали Казицыной сегодня особая миссия. Она должна помочь первоклассникам дать их первый в жизни школьный звонок. Мне дали поручение подавать первый звонок. Это было честью для меня. Я очень волновалась, переживала, была рада. Когда я взяла первоклашек, они смотрели на меня, волновались, улыбались тоже. И это очень волнительно. По традиции громким звоном, дающим старт новому учебному году, управляли первоклашки. Одна из них – Зоя Поликарпова. Озорная, огненно-рыжая девчонка, стойко справившаяся со своей серьезной болезнью, очень ждала праздника. С утра с нетерпением завевала кудряшки. Конечно, волновалась, но в школу уж очень хотелось. Мы не ожидали, что у нас, конечно, в нашем классе будет маленькая звездочка. Мы очень рады, что наша Зоя пришла в наш класс, что она справилась с этим недугом. Мы этот все недуг знают, это не секрет. Мы молодцы, мы справились. Мы будем точно так же, все наши 10, либо 11 лет будем точно так же проводить. Наши первоклашки, у нас дети, у кого первый, у кого второй, у кого третий. Мы эту школу очень любим. У всех эмоций действительно зашкаливает. Зашкаливает. Школа добрая, школа маленькая, она уютная. И все здесь действительно как бы одна большая семья. И действительно, каждый в этом зале сегодня с радостным сердцем встречал маленькую девчушку, победившую вместе с родителями тяжелейшую опухоль головы, которая встречается один раз на миллион человек, и благодарил уникальных докторов. Но самый главный, самый благодарный зритель здесь – это мама Зои, которая так ждала выздоровления дочери и верила в их победу. Спасибо большое каждому, кто был с нами. Мы пошли в первый класс, у нас все получилось. У нас еще все впереди. Мы будем стараться. Просто большое человеческое спасибо каждому. Мы вместе. Да, мы вместе. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север». Сегодня за Зою Поликарпову радовались не только в ее родной школе, но и в других образовательных учреждениях. Учащиеся третьей школы вместе со своими родителями решили поддержать первоклашку не только добрым словом, но и делом благотворительной акции «Дети вместо цветов». Собранные средства предназначены на реабилитацию девочки. Сегодняшний день у ребят из 4-го Б-класса школы номер 3 особенны. И не только потому, что начался новый учебный год. Ребята стали участниками доброй акции «Дети вместо цветов». Эта акция была создана по инициативе одной из московских школьниц, учительниц, которая привлекла родителей и детей к тому, чтобы часть средств были переданы тяжелобольным детям. 4-й Б-класс уже третий раз участвует в данной акции. В этом году ребята и родители решили, что она будет носить адресный характер. А собранные средства пойдут на реабилитацию маленькой землячки Зои Поликарповой. Вот у нас дети вместо больших букетов на 1 сентября принесли порозия, остальные средства перечислили на помощь. А когда обратились к родителям, что хотим сделать такую акцию? Единогласно. У нас единогласно. Вот сейчас в классе 23, по-моему, человека и 23 розу. Ребята 4-го Б очень обрадовались, узнав, что Зоя теперь первоклашка, и поспешили передать ей добрые слова пожелания. Чтобы у нее все было очень хорошо, она получала хорошие оценки. Желаю, чтобы наконец-то кончили все операции, хватило средств, и она наконец могла делать то, что ей не нужно, а то, что она хочет. Чтобы она отличалась в олимпиадах, и чтобы учителя всегда и никогда с ней не ссорились. А ты сама лично знакома с Зоей? Нет. А хотела бы с ней познакомиться? Да. Я желаю ей, чтобы у нее была спокойная жизнь, родители ее хорошо любили, чтобы у нее было много друзей, чтобы всего ей наилучшего. Телеканал «Север» присоединяется к этим добрым пожеланиям. Любовь Пермякова, Лениц Шишелов, Телеканал «Север». И теперь к другим темам. Сотрудники прокуратуры Неницкого округа вышли на субботник. В рамках всероссийской акции «Чистые берега» они расчистили от мусора берег Кармановской курьи и район морского порта. Совместно с прокуратурой в акции участвовали сотрудники отделения Росрыболовства. Экологическая акция направлена на поддержание санитарного порядка на берегах водоемов, развитие общественной активности и бережного отношения к природе в природоохранных мероприятиях. Прокуратура Неницкого округа впервые принимает участие в очистке береговой линии. Ранее сотрудники проводили экологические десанты в лесополосе. Отчищали от мусора лес. По актам прокурорского реагирования были расчищены и убраны суда с береговой линии. Сегодня мы будем убирать мелкий бытовой мусор. Целью нашей также является разъяснение законодательства тем жителям города Наринмара, которые пользуются маломерными судами, используют участки для, как вы видите здесь, для парковки своих маломерных судов, для того, чтобы разъяснить законодательство. У нас есть определенные требования к водоохранной зоне. Кроме того, на берегу были обнаружены островы автомобилей, бочки, несанкционированные строения и конструкции. Их местоположение зафиксировано сотрудниками прокуратуры, после чего в соответствующие контролирующие органы будут внесены предписания, чтобы берега Печоры действительно стали чистыми. Накануне в России отметили День работника нефтяной и газовой промышленности. В честь профессионального праздника Нинецкая нефтяная компания вручила приятные презенты всем клиентам автозаправочной станции в районе улицы Юбилейная. Кроме того, нефтяники сделали забор проб топлива для проверки качества. Ольга Руссул расскажет подробнее. Александра – постоянный клиент этой автозаправочной станции. Узнала, что здесь сегодня будет проходить акция «Забор проб топлива для проверки качества». Автоледи стало любопытно, ведь ее машина ездит на бензине ННК. Часто заправляемся, на самом деле, постоянно, регулярно, именно здесь. В принципе, удобно и по цене, и по удобству, и по комфорту. То есть, все нравится. Идея публичного забора проб топлива родилась не спонтанно. Нефтяная компания провела социологический опрос среди жителей региона. Один из самых популярных вопросов был о качестве топлива. Их регулярно проверяют, но пробы мы каждый раз. После новой партии, когда приходит судовая партия с Архангельска, мы отбираем на нефтебазе перед раскачкой судна и отправляем в лабораторию, делаем анализ. Получаем паспорт, протокол, и после чего мы принимаем его на нефтебазу. Для проверки топливо берется из самого бака, чтобы была возможность зафиксировать качество бензина в самых нижних слоях. На этот раз проверке подвергается 92-й и 95-й бензин. Пробы помещены в специальные колбы и отправлены в лабораторию на независимую экспертизу. Ее результат появится через два дня и будет опубликован Ненецкой нефтяной компанией, в том числе в социальных сетях. Сегодня плановый забор проб. Мы просто решили это сделать немножко вот так открыто, пригласив тех, кто хочет посмотреть на это. Поскольку в соцсетях задавали вопросы по поводу качества бензина и того, сколько его наливают где-то, какие-то случаи того, что немножко недорабатываем мы. Мы бы хотели развеять этот миф и показать, что у нас все в порядке. Кроме того, специалисты компании проверили точность отпуска топлива потребителям. В специальный мирный стакан из пистолета залили топливо. Уровень его в стакане и на табло бензоколонке совпал до миллилитра. Ни для кого не секрет, что мы сейчас активно работаем над запуском программы лояльности для всех наших клиентов. И такой первой ласточкой стали наши акции. Мы приглашаем всех на наши заправки. И недавно в соцсетях провели опрос, чтобы выяснить, чего нам не хватает. Мы уже поняли, что не хватает кофе, что не хватает качественных услуг. И в ближайшее время это все появится у нас на заправках. Кстати, по словам сотрудников АЗС, если вдруг у вас появились сомнения, что вам не долили топливо, то можно смело требовать мирный стакан и сразу на месте убедиться в точности работы заправочного оборудования. Заслуженных ветеранов региона отметили юбилейными медалями. Памятную награду 90 лет НАУ вручили окружным работникам сферы здравоохранения, труда и соцзащиты населения. Торжественная церемония награждения прошла в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. Юбилейную медаль 16 жителям региона вручил вице-губернатор Михаил Васильев. Их обладателями стали члены ветеранских общественных организаций, работники социальной защиты и здравоохранения. Приятно, конечно, что это награда за столько лет труда. Пусть процветает наш округ и наши люди в округе живут счастливо и здоровья всем. Напомню, данная награда учреждена в конце 2018 года губернатором Ненинского округа Александром Цибульским. Согласно постановлению главы региона, юбилейные медали получают жители округа, профессиональная, трудовая и общественная деятельность которых принесла значимые для Ненинского округа результаты в государственной, экономической, социально-культурной, научно-исследовательской, благотворительной, общественной и иных сферах деятельности. Кроме того, медалями отмечают тех, чей труд способствовал повышению авторитета региона в Российской Федерации и за ее пределами. Всего в этом году награды получат порядка 650 человек. И в завершении выпуска новости спорта. Следующий материал об экстремальном, интересном и доступном виде физической активности – воркауте. Направление далеко не новое, но вот в Нарьинмаре оно только набирает популярность. Интерес к нему спортсмены стали проявлять после того, как в окружной столице появилась специализированная площадка. Ее возвели на средства окружного гранта. Чем же хорош воркаут, расскажем в следующем материале. Это не просто классическое подтягивание. Утяжелителем Артему Деткову служит автомобильная покрышка. Гимнастикой парень занимается около 10 лет. Причем именно уличной гимнастикой. Или, как сейчас принято говорить, воркаутом. Тренажерный зал я не особо люблю. Мне больше нравятся занятия на свежем воздухе. И, соответственно, для меня это большой плюс. Вот. И я не люблю тяжелые веса. Мне нравится заниматься с весом собственного тела. Здесь вообще за нестандартные подходы к тренировкам. Вместо тренажеров – турники и брусья. Вместо тесного зала – улица и свежий воздух. Площадку для воркаута в скейт-парке установили около трех лет назад. За это время количество почитателей уличной гимнастики выросло в разы. Ну, конечно, зимой она не так популярна, но, тем не менее, все равно парни ходят закаленные, да, занимаются. Ну, в основном, это, конечно, летние, теплые тогда дни. И хочу сказать, что возраст, ну, возраст от мала до велика, грубо говоря, ну, 10 лет и плюс 20-30 лет. Кстати, периодически здесь проводят открытые тренировки. Одну из них посетил и глава региона. Александр Цибульский пообщался со спортсменами и осмотрел спортивную площадку. И ребята вместо того, чтобы сейчас бездельничать и не думать, не знать, чем себя занять, и всякие дурные мысли могут в голову лезть, они приходят сюда на площадку, и у них уже, видите, сформировался коллектив, сформировалась компания, которые не говорят о том, где вечером выпить пиво или сколько сигарет сегодня вечером купить, а соревнуются друг с другом о том, кто какие новые сумел трюки сделать и кто больше раз подтягивается. По-моему, это замечательно, это прекрасно. В моем детстве такого не было, я очень жалею. В ходе диалога единогласно решили. Подобные площадки для занятий спортом и гимнастикой на свежем воздухе нужны и в населенных пунктах. Алина Волчейская, Владислав Носкин, Телеканал Север. И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Ямагучи». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.